Я пришла где-то без пятнадцати восемь, но я потом периодически уходила, приходила по своим делам, то есть я не заметила, как эта вся очередь подошла, и вот я тут на госуслугах не подавала, я только писала в письменном виде и всё. Здесь мы принимаем заявления родителей, посланные на электронную почту, и уже на данный момент пришло более 30 сообщений к нам поступило. Первую минуту? Да, первую минуту уже. Мы очень готовились к сегодняшнему дню, поэтому мы продумали максимально каждую процедуру подачи заявления родителями. Здесь у нас в школе работают специалисты, это учителя начальных классов, заместители руководителя, которые ведут личный приём, потому что родители будут очень волноваться, которые пришли на личный приём, не только. Поэтому, чтобы обеспечить вот такое приветливое принятие документов, работают люди, которые работают именно с родителями детей начальных классов. Возможно, возникнут какие-то вопросы по программам, по режиму, поэтому они лучше всех ответят на эти вопросы. Здесь же, рядом в кабинетах, они сегодня у нас освобождены, потому что у нас учебный процесс не прекратился, но мы организовали так, чтобы освободить, чтобы специалист, который работает у нас с техникой, он мог очень правильно, грамотно, своевременно принять все заявления, которые поступят через единый портал и которые поступят на электронную почту школы. В этом году в нашей школе мы планируем принять пять классов, в каждом классе по 25 учеников. Это первоначально. Если будет востребованность, мы будем уведомлять управление образования и просить о разрешении открыть дополнительные места для учеников, если микрорайону, который постановлением администрации привязан к школе, это будет необходимо. Количество ребятишек, которые мы планируем к приёму, около 5300. Это приблизительно так же, как в прошлом году, но с учётом разницы во времени, это может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Количество классов, которые мы планируем к открытию, на данный момент 171 – общий образовательный класс и где-то 19 для детей, которые будут работать, учиться по адаптированным программам. На 8 утра у нас стартовали первые школы. Это вторая, девятая, тридцать третья. Вот сейчас уже к обеду начат приём в 20 образовательных учреждениях и завершим. Мы сегодня в 17 часов две школы – это десятая и двадцать шестая. В принципе, все четыре способа подачи заявлений, они работают в реальном режиме. Вот разговаривая с директорами, мы посмотрели, что пользуется в этом году больше популярностью. Есть реальная подача заявлений, то есть когда приходит человек, она не такая значительная. Больше всего граждане подают, зародители подают через электронную почту образовательных учреждений. Это больше, вот в этом году приоритет отдан этому способу подачи заявлений.